Всем привет! С сегодняшнего дня я начала принимать заказы от своих друзей, что именно кому нужно купить, потому что я понимаю, что скоро уже я улетаю в Украину, поэтому... Андрей, это как раз... Я сейчас еду покупать в Apple Store, что тебе нужно, шнур, поэтому сейчас мы поедем, поснимаем, потом поедем в магазин, купим жвачек тебе. И вообще, короче, сегодняшний день я исполняю все твои нужды, потому что у меня вообще... Ну, я уже то собираюсь, да, я понимаю, что нужно собираться, и понимаю, что, может быть, потом другого времени не будет поехать, поэтому сейчас мы поедем в Apple Store, потом мы поедем в магазин покупать всякие конфеты, жвачки, поэтому, если вы хотите, чтобы я вам тоже купила, то, пожалуйста, напишите мне, мы поговорим лично с вами, что и кому нужно. Так что все, быстро едем в Apple Store и дальше покупаем. Эээ, мы приехали! Все, приехали, приехали. Есть! Андрей, смотри, куда мы приехали. Мы приехали в Apple Store. Все, сейчас тебя будем выбирать, то, что тебе нужно. О, да, парковку здесь было сложно найти. Я не понимаю, почему. Сегодня же не выходной день. Сегодня только у нас какой день? Вторник. Ну, почему так много машин приезжают? Ну, неважно. Короче, я запарковала свою машину чуть-чуть далековато, но ничего, пройтись это всегда хорошо. И тем более ради такого дела купить что-то, кому-то послужить это так круто. И тем более хорошенькая погодка. Чего бы не пройтись. Не сидеть же целый день дома. Поэтому сейчас пойдем, купим все, что нужно. Так, зашли мы, зашли мы. Тут такой кондиционер. На улице так сильно жарко. Ну, вот, смотрите, у нас вот здесь Нордстром сразу же. Конфетки. Потому что нужно одежда. И вот за этим эскалатором у нас Апплсдор. Еее, здесь так пахнет из-за того, что тут духи продаются в Нордстром. И так... Ааа, класс. Еее, все. Мы, наконец-то, в Апплсдор. Идем смотреть то, что нам нужно. А нам нужно это... USB кабель. Андрей, ты просил, да? Окей. Очень много. С вами для них. Упс. Pardon me. Pardon me. Селфи-палки. Тут всякие можно штативы. Видите? Ой, мамочки. Стоят 50 долларов. Ух ты, они на магните даже. Чтоб не падали. Как-то у меня придумали. Скакай у меня селфи-палки с ней. Шу-де-сай так, окей. Хорошо. На Гоупро. Класс. На Гоупро. Так, мне нужен USB кабель. Наушнички, наушнички. Кабы-кабы. Скис, ну? О, вот, 20 долларов. Видишь, Андрей, вот такой тебе нужен, 1 метр, да? Только что с Андреем связалась. Вот, смотрите, у нас есть кабель 1 метровый, 19 долларов. У нас также есть полметровый, тоже 19 долларов. Или 2 метра. Lightning to speak. Эйвул, 29 долларов. Так что он остановился на этом выборе. Так что сейчас я буду ждать своего консультанта, так как их очень много, но они все заняты. Так что сейчас купим, и потом поедем в другой магазин. Я уже только что с Андреем созвонилась, уже все, мы с ним походили по магазину, порассматривали. Он просто удивляется всему, что здесь есть. Он стоит и стоит. Я просто по фейстайму с ним говорила, и он, ну, вот скажи, вот, например, там рулетка, мы в мужской отдел зашли, там все для мужчин. И он, ну скажи, вот это для измерения рулетка тоже доллар, я? Все по доллару. Он, вау, я хочу здесь все купить. Короче, в итоге, я вот ему купила жвачек, вот этот Double Mint, просто в одной пачке здесь 4 штуки, пачечки, и стоит 1 доллар. То он, таких, некоторые жвачки он не видел, некоторые он видел в интернете, говорят, очень вкусные, пробую. То вот я ему купила 5 жвачек разных, вот конфеты. Себе купила 10 пачек вот таких жвачек, и на ческейх я еще поеду сейчас в Walmart, куплю cream cheese в Филадельфии, потому что я очень хочу приготовить для своей семьи по американскому рецепту. Так что все. Кстати, я же говорила, что если вы в долларовом магазине покупаете, то за еду налог не платите. А если именно такое хозяйственное что-то или не еда, то, что не естся, то с каждого товара по 9 центов налог. Все, пойдемте платить. Как же все-таки круто делать людей счастливым, то, что я могу сейчас позволить, то, что я нахожу. Я сама всегда радовалась, когда мои знакомые едут с Америки, я все время прошу купить им не то, купить им не сё. А тут, когда я сама могу доставлять людям радость и удовольствие, это такое чувство просто переполняет. Спасибо, Андрей, за возможность тебе послужить в этом деле. Я представляю, когда я тебе это вручу, ты такой будешь, наверное, класс. Вот доллар 3. Сейчас мы поедем в Walmart покупать следующие продукты. Я заехала только что на Плазу. Ну, потому что мой телефон, он отключился из-за того, что сильно на улице жарко. И он стоял здесь. Поэтому мне пришлось заехать на Плазу, чуть-чуть охладить мой телефончик. И все, сейчас я уже охладила. Сейчас пропустим машин, которые сзади едут. Сзади беликафы наезжаем. Потом сворачиваем в Walmart. Да, тетеньку надо пропустить. Конечно же. Смотрите, как красиво. Класс. Ура, наконец-то. Это наш сегодняшний самый последний магазин, в котором мы сейчас будем тоже скупаться конфетами всякими разными вкуснями. И... да. Ой, как хорошо, а то как? Класс. Так, мне надо тачку. Опять выходим на улицу. Только что я поговорила со своей одноклассницей, а она как волонтером работает в нашей школе. И она говорит, хочешь передать привет своей мисс Ли? Я такая стою, ну, окей, хорошо, но это просто не моя самая любимая учительница, но одна из любимых тоже. Но все-таки же моя учительница, она не может быть нелюбимая. Я говорю, окей, только ты не давай телефон ей. Скажи просто, что Мария передает тебе привет. Нет, она сказала, включила на спикер, я посмеялась, услышала и сказала thank you. И она говорит, типа, начала со мной разговаривать. Я такая, ой, я же просила не говорить. Ну, короче, это было не страшно и очень удивительно. Ну, как не удивительно. Я все понимала, не было слов таких, которые я не понимала. Ну, короче, это означает то, что мой мозг уже настроился на английский, поэтому мне уже даже легко было понимать все, что она говорила мне по телефону. Хотя очень раньше было сложно говорить по телефону, так как ты просто не видишь выражения лица, не видишь эту мимику, что она говорит. А сейчас мне уже все ясно, потому что я уже понимаю, о чем она говорит. И эти слова, которые раньше, может быть, как говорили, misunderstanding, это непонятно, потому что произношение одно и то же, но значение не то. Потому что сейчас это было уже легко, и поэтому поговорила минут пять с ней. Так что все. О, все, мы приехали. Я взяла себе сок еще. И я приехала еще взять Филадельфию. Мне же надо cream cheese на этот, на cheesecake. Так что вот, а мы сейчас мы выберем, и потом я позвоню опять Андрею, узнаю ему, что может еще здесь надо. Потому что долларовый магазин это долларовый, а Walmart это большой магазин. Нашла. Так что... Посмотрите на этот рай. Ой, как все вкусно. Ой, как все вкусно. Я Андрея только что сбросила это все. Вот ты бедняжка. Не бедняжка, Андрей, ты не бедняжка. Вот посмотрите, как все. Много всего. Вот это стоит пять. Видите, 5,48. Тут восемь пачек таких. Видите, какая большая коробка. О, да, для Америки это дешево. Считается. Видите, есть такие очень. Так, так, так. Он хочет экстра с арбузом. О, надо ему этот взять. Видите, watermelon. Этот какой-то не очень вкусный. Этот, я не знаю. Вообще, экстра это не очень вкусная такая фирма. Потому что они какие-то слишком детские. Я детские не люблю. Я люблю мятные. О, вау. А еще знаете мне, что нравится мне? Еще мне нравится вот этот. Айз. Упс. Класс. Сто штучек, видите? Ну, это вкусно как. О, класс. Джесси. Ух ты, сто двадцать штук. Класс. Круто, смотрите, как все много. Я бы сама, наверное, если бы я не жила в США, я бы, наверное, на это все смотрела и облизывалась. Класс. Накупила я продуктов разных. И теперь довольная. Заехала я в гости к одной своей знакомой. Побыла там, поговорила. Забрала свои фотографии по поводу водного крещения. Теперь тут такой сильный трафик, что мне показывало вообще Google Map. Я смотрела, как выезжать оттуда, с того района. Мне показывало, что тут я буду ехать почти 40 минут. Но мне показало по камере, ой, по Google Map, что типа авария. Но никакой аварии нет, мы просто тянучки. Из-за того, что я понимаю, что уже 5.39, это 5.40. И люди едут с работы, поэтому все время здесь тянучки. Так как тут уже даун-таун, вот там. То понятно, что вот так у нас тянучки всякие везде. Вот видите, как мы едем? Восемь или в час? Это все очень здорово. Я очень рада, что сегодня у меня получилась возможность такая купить кучу конфет. И себе купить, и к своим родным, и своим друзьям. Поэтому если у вас есть желания такие, то, пожалуйста, свяжитесь со мной. И пока у меня еще чуть-чуть есть времени до Украины, я могу привезти, что вам нужно, и купить. Но только напишите мне, пожалуйста, чтобы мы с вами связались и обговорили это конкретно и детальнейше. Все, всем желаю хорошего настроения. Сейчас я буду уже монтировать видео. И все, всем пока-пока. Увидимся очень скоро в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok